Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, а я готовлю вот такой вот замечательный винегрет. Ну, главная польза, конечно, ингредиента винегрета, вы знаете, в том, что они варятся в кожуре и сохраняют при этом весь набор витаминов и микроэлементов. Вы можете менять состав, как хотите. В свекле имеется ряд минеральных веществ, которые регулируют обмен веществ и способствуют уменьшению жировых отложений. Свекла должна присутствовать обязательно. Морковка должна присутствовать. Содержится кальций, йод, фосфор, что приносит огромную пользу. Обязательно должна присутствовать капуста. Квашеная капуста – это вообще кладезь витаминов группы С, В, К. И не только. Способствует нормализации обмена веществ. Обладает общеукрепляющими, бактерицидными свойствами. Свежий лучок репчатый должен быть обязательно. Там группы витамина А, В, С. Да и вообще я не буду перечислять, какие антивирусные свойства имеет лук. Можно и зелененький лук добавить. Будет прекрасно. В общем, картошку можно не добавлять, если вы положили, например, вот фасоль. Фасоль, конечно, в идеале, если была бы красная. Но у меня красной не было фасоли. И поэтому я добавила вот такую вот фасоль. Дальше, помимо того, что обычно все добавляют, я обязательно, девочки, добавляю чищенное, на терке потертое яблочко. А еще я добавляю, вот, пожалуйста, сейчас вам покажу. Семена тыквы посыпаю. Обязательно, вот покажу, здесь видно. Вот, видите, семена льна. И обязательно вот сейчас как раз заканчиваю, думаю, вам покажу. Ну, чтобы не резать при вас, что вы не можете винегрет нарезать. Все вы это можете отварить и нарезать. Просто вот последние моменты. Кунжут. Я кунжут вообще обожаю. Я его очень часто использую, девочки. Вот. И черный кунжут, и белый кунжут. И обязательно все это я использую. Дальше. Кунжут, он и кунжутное масло. Я обязательно полью кунжутным маслом. Но как я маслами поливаю? Вы знаете, я вам скажу. Вот, во-первых, для сохранения всеми ингредиентами собственного цвета свекла режется первой и заливается маслом. Это вот первый секрет. Ну, как бы не секрет, а советы. Советы, как я, то, что я знаю. И винегрет заправленный маслом и смешанный, например, если с солеными огурцами вы смешиваете, то это быстро портящее блюдо. При употреблении винегрета, хранившегося более суток, даже в холодильнике, возможно, кишечные расстройства. Поэтому я огурцы не кладу, а только квашеную капусточку. Дальше. Заправку надо приготовить отдельно. Пробовать ее на вкус. И лишь затем подливать в овощную массу, следя, чтобы вся заправка впиталась в овощи без остатка. А не плавала на дне тарелки. Если вы заливаете винегрет только растительным маслом, солите его до добавления масла. Иначе соль не растворится. А так вы посолите маслечко, растворите там соль, а потом заливайте. Иначе она не растворится. Вот такой совет. И смешивать винегрет надо всегда в удобных, просторных, глубоких, вот в таких больших блюдах. Или мисках. Но не в металлических кастрюлях. Еще. Винегрет тем вкуснее, чем мельче нарезаны овощи. Поэтому я вот стараюсь, видите, морковочку мелко-мелко-мелко резать. И все. Достаточно мелко. Вот так вот. Винегрет заправляют, кстати, я вам скажу, не только маслом. Вот я лучше, конечно, не майонезом. Я видела, что и майонезом заправляют, но это вообще из ряда вон выходящее. Лучше всего растительными маслами. И причем делайте смесь масел. Берите кунжутное масло, можно апельсиновое масло, можно смешать кунжутное, оливковое масло, можно подсолнечное оливковое, можно подсолнечное кунжутное, немножко амарантового не помешает. Можно добавлять кукурузное масло. Это только... А и масло льна. Тем более, что вы добавляете лен. Понемножку делайте вот такую смесь. Потом посолить эти масла и заливать. Это то, как делаю я. Ну и все, пожалуй. Вот это вот все такие классические советы, которые можно дать. Не забывайте, что многие кладут картофель. Картофель я стараюсь не класть. Лучше положить побольше фасоли. А так 3 морковки, 2 свеклы, побольше капусточки или 4 соленых огурчика. Даже люди куриное яйцо добавляют. 60 грамм репчатого лука, 1 яблочко, 6 столовых ложек растительного масла, причем смешанного, разного и уже соленого. Сольки, перчик и немножко лимонного сока. Я люблю греческий лимонный сок. Поливать все и, в общем-то, будет готов винегрет. Но вы можете менять ингредиенты, делать такие, какие вы хотите. И расскажите мне про свои секреты. Мне интересно знать, а что интересно есть у вас, того, чего нет у меня. Люблю вас. Целую. Ваша Катя. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok